Подземные сооружения и укрепления Корейской народной армии Северной Кореи способны в случае войны создать множество проблем любому агрессору. Но была и другая сторона. Северокорейцы копали туннели через границу в сторону Южной Кореи. О наличии подземных туннелей, проходящих под демилитаризованной зоной и ведущих из Северной Кореи в Южную стало известно в 1974 году, когда был обнаружен первый тоннель протяженностью 3,5 километра. Туннель был обнаружен на расстоянии 1 километра от Южнокорейской границы. С его помощью за час северокорейские войска могли скрытно перебросить на территорию Южной Кореи до 2000 солдат. Во время обследования этого туннеля подорвались на минной ловушке офицер ВМС США и капрал морской пехоты Южной Кореи. Второй туннель был найден в марте 1975 года. В 1978 году северокорейский перебежчик сдал еще один туннель. Его протяженность составляла более 1600 метров, а ширина более двух метров. До настоящего времени обнаружено 4 туннеля. Они отделаны железобетонными плитами, имеют электрическое освещение и систему вентиляции. В случае необходимости северокорейцы с их помощью могли перебросить в течение часа войсковую бригаду на территорию Южной Кореи. Сколько всего существует подземных туннелей, неизвестно. Поговаривают, что Ким Ир Сен в свое время приказал каждой из 10 дивизий, развернутых у границы с Южной Кореей, прорыть по два туннеля. Если информация соответствует действительности, то это означает, что необнаруженными остаются еще около 16 подобных туннелей. Фантазиям нет предела, и южнокорейский генерал Хан Сон Чу утверждает, что имеется по меньшей мере 84 туннеля, а некоторые даже доходят до Сеула. Но это настоящая фантастика. Последний туннель был обнаружен в 90-м году. Естественно, что в Северной Корее для обороны своей страны имеются и подземные военные объекты и укрепления. Военные аналитики Запада считают, что ВВС Кореи имеет три подземных авиабазы в Ван Сани, Чангчжине и Анчуне. Подземная база в Ван Сани имеет взлетно-посадочную полосу протяженностью около двух километров и шириной 30 метров, часть которой находится в горе. По словам перебежчика, в случае военных действий, северокорейские истребители, находящиеся на обычных авиабазах, после выполнения задания должны будут возвращаться уже на подземные авиабазы. Еще один тип подземных сооружений — это войсковые бункеры, находящиеся рядом с демилитаризованной зоной. Опять же, со слов перебежчика стало известно, что в одном таком бункере может укрыться от полутора до двух тысяч полностью экипированных бойцов. Не менее 800 таких бункеров должно находиться вдоль корейской границы. По данным Южнокорейского военного журнала, на территории Северной Кореи должно находиться от 6 до 8 тысяч подземных сооружений, предназначенных для укрытия северокорейского руководства. Скажу честно, подобное утверждение вызывает определенные сомнения и кажется, что кто-то к этим цифрам приписал лишние нули. Вся эта информация была получена от перебежчиков и собиралась с целью обнаружения членов руководства страны в случае начала боевых действий. Сотни артиллерийских позиций находятся в естественных или искусственных пещерах. С этих позиций могут вести огонь тяжелые артиллерийские системы и системы залпового огня, которые после залпа должны будут уходить для перезарядки в пещеры. По некоторым оценкам, на 1986 год существует от 200 до 500 таких оборудованных позиций. С этих позиций дальнобойные артиллерийские системы способны доставать даже до столицы Южной Кореи Сеула. Согласно исследованиям Института по безопасности и стабильности Наутилус, в Северной Корее часть РЛС укрыта в лифтовых шахтах и в случае необходимости они могут быть быстро подняты на поверхность или спрятаны в шахтах. В туннелях, высеченных в скалах, находятся базы подводных лодок и ракетных катеров. Имеется множество подземных баз снабжения и укрытий для защиты мирного населения. Соединенные Штаты горят желанием решить северокорейскую проблему силовым методом, но прекрасно понимают, что в случае вторжения их ожидают многочисленные сюрпризы и самым главным из них могут стать подземные объекты. Их сложно обнаружить с помощью спутников, поэтому в настоящее время главным источником информации являются перебежчики. Поэтому, несмотря даже на тщательную подготовку и разведку, множество объектов так и не будут обнаружены. Конечно, обнаруженные объекты попытаются уничтожить с помощью авиации, крылатых ракет, артиллерии, но насколько это будет эффективно, никто не может сказать. Конечно, можно попросту блокировать подземные укрытия, но вряд ли американцам удастся обнаружить и перекрыть все ходы и выходы, да и вряд ли они обнаружат все подземные сооружения. Вряд ли армия США решится на штурм подземных укрытий, опасаясь высоких потерь. Как известно, американское общество очень чувствительно к людским потерям в различных военных конфликтах и антивоенное движение может захлестнуть США. Колоссальное количество вооружения, имеющегося в Северной Корее, рельеф местности, высокомотивированные бойцы, все это позволит развернуть мощную партизанскую войну и поставить в тупик американскую армию, имеющую серьезное технологическое превосходство в вооружении. Подземные убежища могут стать мощным очагом обороны и партизанскими базами. Истинные масштабы подземных укреплений и сооружений Северной Кореи никому неизвестно. Это государство является одной из самых закрытых стран мира, и все предположения базируются лишь на догадках и рассказах перебежчиков. Насколько выводы аналитиков соответствуют истине, никто точно сказать не сможет, кроме, конечно, северокорейского руководства.